Всем привет! Вы когда-нибудь задумались, есть ли у вселенной край? Или же она бесконечна? Но как она может быть бесконечной? С другой стороны, если она конечна, и где-то она обрывается, то это тоже очень странно. Чтобы выяснить, есть ли у вселенной край, я собрал основные гипотезы на тему топологии вселенной, то есть о ее форме и заодно о ее крае. Итак, что же мы знаем об этом самом крае? Ну, начнем с того, что никакого края на самом деле мы не видим. Точнее, видим, но лишь из-за того, что расширение вселенной уносит далекие галактики слишком быстро от нас, и свет не успевает до нас долететь из-за расширения пространства между нами и далекими галактиками. Тот край, до которого мы можем видеть, называется границей, наблюдаемой вселенной. Эта граница находится в 46 миллиардах световых лет от нас, и является тоже очень интересным объектом. Свет, который доходит оттуда до нас, образовался очень давно, поэтому, когда мы смотрим на эту границу, наблюдаемой вселенной, мы видим прошлое. То есть, если мы посмотрим туда, то мы увидим большой взрыв. Представляете, там еще даже не появились первые звезды, а на самом-самом крае еще даже не началось время. Но это мы говорим лишь о том крае, до которого мы можем видеть. И, кстати, весь этот край со всех сторон называется сферой Хаббла. Настоящая вселенная, скорее всего, больше, чем нам кажется. И есть ли у этой продолжающейся вселенной настоящий край? Давайте посмотрим на основные гипотезы. Их можно разделить по двум критериям. Это бесконечно ли пространство в нашей вселенной, и есть ли какой-либо край в этой вселенной. Давайте допустим, что у вселенной есть край, и при этом само пространство тоже не бесконечное. То есть, край будет являться абсолютным пределом. За ним не будет ничего, даже само пространство там закончится. Это как какая-то стена, которую абсолютно невозможно преодолеть. Что будет, если она существует в нашей вселенной? Тогда квантовая механика скажет, что эта стена будет являться идеальным зеркалом. А еще, она будет немного светиться, правда, очень-очень слабо. Хотя есть вероятность, что на космических масштабах было бы возможно определить это излучение. Оно происходило бы по тем же причинам, что и излучение Хокинга от черных дыр. Но, правда, если мы копнем глубже, то окажется, что эта стена будет все-таки маловероятным объектом. А вот теория относительности нам почти сразу скажет, что такая стена невозможна. Так что мы все-таки отбрасываем пока вариант со стеной. Но что если стены нет? Что если у вселенной есть край, но на этом она как бы не заканчивается? То есть, пространство продолжается дальше. Просто заканчивается материя. Если материя где-то заканчивается, и у нее есть граница, то представьте, что на этой границе может находиться звезда или планета, и с одной стороны от нее находится вся вселенная, а с другой стороны от нее нет ничего, там бесконечная пустота. Чтобы еще поразмышлять о том, каким может быть край вселенной, давайте обратимся к тому, что мы видим в нашей области вселенной. И мы увидим там звезды, планеты, скопление пыли, галактики, скопление и сверхскопление галактик. И может показаться, что все это очень разнообразно. Стоит нам взглянуть на вселенную в достаточно крупном масштабе, и мы увидим, что она представляет собой что-то вроде сети. И это просто сеть, она одинаковая, она повсюду одинаковая. Точно так же с нашей планетой, например. Мы можем подумать, что она очень разнообразная, на ней есть реки, горы, леса, города и страны, но если мы отдалимся достаточно далеко, мы увидим шар. Просто шар, даже самая высокая гора, будет искажать общую высоту меньше, чем на одну десятую процента. Так же и со вселенной, она абсолютно однообразна, если на нее взглянуть издалека. На основе подсчетов крупномасштабной структуры вселенной, еще в 30-х годах 20-го века, было выдвинуто предположение, что наша вселенная на больших масштабах является гомогенной и изотропной. Это может звучать сложно, но на самом деле это легко. Гомогенность означает, что она одинакова в любом месте, а изотропность означает, что она одинакова в любую сторону. И все это вместе назвали космологическим принципом, который говорит о том, что вселенная одинакова в любом месте и в любом направлении. То есть ни у какого направления и места нет приоритета. Если мы посмотрим издалека на нашу вселенную, она вся будет одинакова. С помощью космологического принципа мы можем предположить, что находится за границей, наблюдаемой вселенной. И окажется, что там будет просто еще больше вселенной, потому что так как вселенная должна быть одинакова в любом месте, то из-за вот этой границы она тоже будет одинаковой. То есть там будут еще звезды, еще галактики, и ничего принципиально нового там не будет. И мы можем так продолжать бесконечно и дальше, и дальше. И получается, что у вселенной никогда не будет края. То есть согласно космологическому принципу, вселенная бесконечна. И это еще один вариант на тему края вселенной. В этом случае никакого края вообще нет. И материя продолжается бесконечно. Но подождите, мы сделали этот вывод из космологического принципа, который выдвинули на основе тех наблюдений, которые сделали за той областью вселенной, которую мы можем видеть. И не факт, что он является правильным за границей наблюдаемой вселенной. То есть мы никак не можем проверить его истинность за границей наблюдаемой вселенной. А значит, руководствоваться таким принципом не совсем верно с научной точки зрения. Но на самом деле, большую часть гипотез о топологии вселенной нам сейчас очень тяжело проверить. Поэтому все эти предположения о крае вселенной точно так же невозможно проверить научно. Но мы можем пока говорить о вероятностях. То есть какой-то вариант края вселенной может быть наиболее вероятным, так как он пока больше всего согласуется с известными нам теориями. Мы остановились на последней версии. Что если вселенная не бесконечна, но и края у нее тоже нет? Как такое может быть? Смотрите, вот, например, есть Земля. Она тоже не бесконечна, но у нее нет края, потому что она шар. А что если вселенная это тоже шар? Или какой-нибудь тор? Если свернуть вселенную на четырехмерном торе, то получится интересная штука. Если мы пойдем в одну сторону и будем идти достаточно долго, то однажды мы придем в то место, откуда начали. И тут возникает вопрос, а как нам далеко нужно уйти, чтобы вернуться на то же самое место? И на основе последних исследований, если эта теория верна, конечно, то мы можем сказать, что очень далеко. Нам как минимум нужно 18 раз превысить расстояние до границы наблюдаемой вселенной. Но сделать мы это не можем, так как нас ограничивает скорость света. Однако для подтверждения этой гипотезы нам на самом деле не нужно далеко ходить. Мы можем лишь наблюдать за космосом. Для этого нам нужно определить крупномасштабную кривизну пространства. Если мы сможем ее определить с достаточно высокой точностью, то мы сможем сказать, свернута вселенная или нет. Итак, а какая же гипотеза из всех этих является наиболее вероятной? На данный момент это гипотеза о бесконечной вселенной. Либо свернутой, но достаточно большой. Вообще, это очень круто, что мы можем наблюдать за ограниченным куском космоса и делать выводы о структуре всей вселенной. Конечно, информации нам не хватает, поэтому ждем запусков новых телескопов. Конечно же, это Джеймс Уэбб в основном. И у нас будет много данных для новых интересных теорий. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok